Современное ледовое поле, зрительская трибуна, отсеки для запасных хоккеистов и информационное табло. Должанцам этот сказочный подарок в новом 2017 году подарило правительство Москвы. Губернатор Орловской области Вадим Потомский также участвовал в переговорах со столичным городоначальником Сергеем Собяниным. Это моя малая родина и я очень рад, что здесь сегодня все получилось. Реализован замечательный проект. Нужно еще раз поблагодарить первую очередь мэра города Москвы Сергея Собянина за то, что он откликнулся на нашу совместную просьбу с губернатором Орловской области Вадимом Владимировичем Потомским. И благодаря общим усилиям главе администрации Владимиру Михайловичу Марахину вот сегодня здесь состоялся и состоится замечательный праздник. Подарок в действии еще оценили не все жители поселка Долгая, но те, кто уже вышел на лед, испытывали восторг. Прекрасно отношусь, замечательно. Старый корт был не так оснащен. Он был не оснащен трибунами, кабинками для судейства. Ну просто была коробка стояла. А сейчас очень современный, очень хороший, красивый корт. Кстати, в воскресенье в Должанском районе на торжественном открытии катка были не только представители областной власти и районные хоккеисты. Приехали спортсмены из Курска. Мы хоккеисты, вот, с братом, но мы только из Курской области. У нас в Черемисинском районе есть. У нас начинающие только, да, построили, но еще не так здесь, конечно, не такие деньги выделяются. Но все, все впереди. Руководство Должанского района вместе с этим объектом приняло в эксплуатацию машину для заливки льда и трактор с отвалом и борто-подрезную технику. Так что теперь за подарком будут следить. Жители нашего района должны иметь доступ к хорошей спортивной инфраструктуре, иметь шанс сделать выбор в пользу здорового образа жизни. А местная власть обязана помогать каждому из вас участвовать в активной спортивной жизни. Кстати, использовать каток этот можно, начиная с осени. Так что следующий сезон катания здесь обещают открыть в октябре. Сегодня у нас получился хороший праздник. И, конечно, мы с правительством, с губернатором будем смотреть, потому что не так дорого это стоит. И в каждом районе, особенно в отдаленном районе, нужно строить вот такие объекты для массового занятия спортом. Стоимость хоккейного корта 35 миллионов. Деньги выделены в конце августа. И вот в течение трех месяцев, который был построен, это здорово. И уже 25-го числа, 25-го декабря он был открыт, и он был буквально заполнен. Что же до первых чемпионатов по хоккею, то они на этом корте стартовали сразу же, в день открытия. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.